всем привет с вами мами сегодня я расскажу вам о функциях и интерфейсе данное видео поможет вам быстрее изучить множество вкладок и настроить их для комфортной игры первой части поговорим о профиле шефа а для того чтобы не запутаться мы будем открывать все по порядку и так приятного просмотра снаряжение шефа станет доступна нам с 22 уровня штаба снаряжение состоит из шести видов для трех типов войск пехота охотники и наездники также снаряжение имеет большую ветку развития и значительно увеличивает ваши боевые показатели имея три или шесть одинаковых видов снаряжения вы получаете бонус качество виде дополнительных процентов боевых показателей коллекция представлена нам в виде маленькой истории собирая в диких землях данные о коллекции мы будем находить фрагменты той или иной истории собрав все фрагменты мы сможем обменять их на биокапсулы таланты шефа позволяют нам увеличивать боевые или экономические показатели в игре всего мы имеем две ветки развития для военного дела и экономики как получать таланты и такую ветку развивать какие показатели и преимущества мы получаем вы можете узнать в моих предыдущих видео статистика показывает данные поселения всех направлений а точнее если хотите узнать силу отрядов технологии или зданий вашего поселения силу героев шефа их снаряжения сколько боев и какой процент побед сколько убили потеряли процентные показатели как бою так и развитие это все знает ваша статистика пехоту вкреп охоту в ловушку кто есть кто расскажет армия здесь можно узнать общее количество войск доступное количество маршей количество раненых солдат а самое главное понять кто есть кто и быстро запомнить название и в очередном бою не потерять время на поиск нужного типа войск рейтинг поможет увидеть разницу между игроками и союзами в некоторых игровых дисциплинах многие пользуются рейтингом исключительно в ознакомительных целях но рейтинг также может быть полезен напишите в комментариях зачем вы пользуетесь рейтингом настройки это то с чего нужно начать новому игроку музыка и эффекты порой мешает когда используешь дискорд одновременно с игрой скрывая снаряжение шефа мы всегда заставляем задуматься противника что же у нас там а название строений сократит изучение названий построек и ускорит поиск нужного строения в разы это очень полезная функция а также анонимность получения наград и графика изображения привязка аккаунта к социальным сетям и игровым сервером с возможностью переключения между ними управление персонажем в одном или нескольких штатах с возможностью создания двух аккаунтов в одном штате уведомление только о самом важном выберите настройки оповещений отключив ненужные вам уведомления и оставьте только самое необходимое так вы сможете избавиться от лишних сообщений и не пропустить атаки на ваше поселение или важные события в общем следите лишь за тем что необходимо также здесь у нас есть возможность изменить язык игры и перевода сообщений в чатах а вот сюда вводят коды обмена которые часто публикуются в нашем дискорд сервере ссылочка будет в описании помощь и поддержка игроков а также соглашение пользователя ну и наконец-то наш основной профиль теперь уже можно полностью открыть взгляд на весь интерфейс шефа в основном разделе мы можем сменить фотографию имя пользователя увидеть штат и айди перейти в наш союз в рейтинг личных битв увидеть убийство и немного боевой статистики которая видна всем игрокам открыть уровень шефа и увидеть опыт а также малую стойкость шефа ну что надеюсь вам было все понятно а главное полезно на этом ролик подходит концу в следующей части я расскажу о интерфейсе поселения спасибо за просмотр подписывайтесь на канал пишите лайки и ставьте комментарии с вами был маме пока пока